здорово чё кого пацаны с вами гердос и сегодня у нас очень интересный движ потому что мы наконец закроем наш гештальт с turbo m40 мотором но судя по тому как вы смотрите мои видосы я думаю что было бы здорово показать вам что-то особенное а именно 10 полезных самоделок из алюминиевых если вы не смотрели прошлое видео то вы много потеряли потому что именно там вы увидите как пацаны варят распредвалы собирают это дерьмо в один мотор перекручивают туда турбину и выезжают но есть одно небольшое но все конечно же уперлся на стройку потому что мы использовали не январь как могли бы вы подумать а стандартные стоковые мозги бмв матроник 172 bosch 520 шли на им 40 и 36 1 и 8 но здесь есть небольшое но эти мозги они могут только менять калибров я не знаю и мой возможно не умею точно не умею всякий менять алгоритмы работы мозгов и так далее ковыряться в процессорах и прочее это все какая-то уже микроэлектроника который мне абсолютно не ясно я бы хотел в этом больше шарить но когда-нибудь в другой раз я думаю что с этим попробую разобраться что же мы использовали для настройки давайте покажу хотя этот девайс сто пудово уже видели вот этот девайс называется матроник рт что в переводе означает матроник реалтайм это сделали парни из кубра ртп я про них рассказывал видосики но конкретно про вот этот девайс особо не углублялся так что же он делает и как же он работает дело в том что матроник используют вот таких вот тараканов мозги bosch ранее использую таких вот тараканах на которых хранятся все калибровки то есть все углы там зажигания коррекции там не знаю длина чистоты импульса на форсунку все хранится вот таких таракан эта штука не позволяет в реалтайме все настраивать ввиду того что тебе физически надо засунуть его в программатор залить туда прошивку физически ставить в мозги и поехал и здесь на сцену выходит матроник рт как видите у него тоже здесь есть такие штучки которые вставляются вместо таракана да все верно именно эмулятором и промо является вот эта штука как машины общаются между собой я к сожалению так и не выяснил у них там свои какие-то алгоритмы это я смотрел ролик от чувака на канале бен и тер он рассказывал про машин лернинг и если вам интересно посмотрите лучше его потому что там все там вот прям вот по полочкам он рассказывает и даже делает вот на такого таракана чтобы он мог воспроизводить hello world на монитор которого как вы наверное догадались вот эта штука вот этот конец вставляется в в мозги вставляешь этот эмулятор и просто меняешь условно для мозгов это 0 и единицы и ты меняешь на те 0 и единицы в режиме реальном времени как тебе хочется вот то есть дополнительные форсунки ты сюда не добавишь там 2 ряд форсунки здесь не настроишь только в рамках тех калибровок которые вот есть у тебя в тюнер про то есть это эмулятор это там не инженерный блок это по сути просто динамичный таракан который вы можете изменять прям вот по пути динамичные калибровки так наверное даже будет лучше кстати как вы догадались этот видос записываю в последнюю очередь и есть проблема потому что даже до сих пор не знаю сколько мы туда дули пуста ну а любая настройка начинается с того что мы берем модный стикер который называется гердос кб те кто понял референс тот понял и наклеиваем его на потрясающий рабочий ноутбук благодаря которому я могу делать все прошивки и шить всякое говно онлайн в общем в чем прикол прикол в том что так как мы пользуемся софтиной тюнер про вы наверняка это неоднократно уже видели встречали не на все прошивки не на все бин файлы имеются расшифровки на все версии софта и так далее поэтому необходимо самому искать необходимые карты зависимости от оборотов и нагрузки все это делается в принципе вот так вот механически я для себя сделал вот такую штуку по 520 мозг выписал все мы все карты которые я нашел вот и из них вот видите несколько карт низкой загрузки несколько карт высокой загрузки просто вот мы это же с вами проходили видосе про попкорн вот просто надо вот механически вот это делать короче собрал базовую прошивку и сейчас она выглядит следующим образом в моей момент когда у меня тачка выходит на буст но типа когда она уже начинает надувать избыток создавать мы сделали откатили зажигание на 15 градусов до в мт соответственно это достаточно своего вариант учитывая то что форсунки нас стоят большие ну как на 20 процентов производительнее чем форсунки стоковый и нам должно это по идее хватить для тех кто говорит что хер ты настроишь на стоковым мафия на самом деле настроишь потому что турбина у нас маленькая и там достаточно все логично у нас есть вот такая вот херня условно табличка но вы такую должны найти можете где угодно вот и здесь у нас пока ну это пока я так для наглядности сделал нагрузка и рпм соответственно у нас нам нужно когда у нас выходит на boost вот здесь уже начинать откатывать углы на позднее соответственно все что у нас в нагрузке больше семидесяти процентов допустим условно да то мы выходим на boost если соответственно этот момент начинаем откатывать зажигание позднее все что у нас меньше нагрузки у нас не позволяет давай пробу запускать работаю завелся завелся настроил хуиню какой-то бля ну что домой бля короче возможная проблема в том что я двигался путем усложнения и что-то лишнего накрутится там где не надо это было накручивать поэтому сейчас мы с каркасом точнее как каркас до звания снимает мозг опять попробуем подоткнуть туда кобру загрузить туда стандартную ну как стандартную около стандартную прошивку и уже там чуть-чуть подвигать западить углы я думаю что должно нам помочь но все короче чем мы берем вот эту прошивку которую мы сейчас отредактировали и просто заливаем на флешку и отпускаем каркасы до тех времен когда подключим афр широкополесный ульям бюджон и тогда уже будем кататься а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Это удивительно, это супер удивительно, но получается, что шалость удалась Аказани чуть каркас Во время первой настройки мы выявили то, что нам катастрофически не хватает Форсунок от 2,5 литрового М50 и мы ездили на очень бедной смеси при надуве И соответственно, надо было что-то делать Ну, мы уже сломали прокладку ГБСА, как догадались Гибко оторвалась вот это вот не вот это похоже да и вот это похоже там том-ям том-ям давай высасывай так как у нас масло попал фриз а фриз попал масло вы помните я заварил сильную пробку поддона я вспомнил об этом только туда залез сейчас мы как делаем возвращаем фриз обратно с маслом перемешиваю чтобы турбина лучше смазывалась правильно понимаю отлично давай это реально это физика вода снизу масло вторую настройку мы просто поставили форсунки 630 от turbo деда которого у нас были siemens дека проблема в том что мы не могли это нормально настроить ввиду того что форсунки большой производительности ну по крайней мере я себе так это предполагаю по практике я не прав форсунки большой производительностью их надо калибровать вот но в нашем случае их только скейлил то есть я уменьшал в процентном соотношении на и пиви для форсунок 630 по сравнению с форсунками 100 150 что ли которые 18 форсунки допустим вот такая вот вот такая вот длина волны на форсунках 18 то на шестьсот тридцатых кубах сколько там должно быть вот столько и соответственно с такой настройкой у нас ничего не получилось ввиду того что форсунки оказались слишком большими и машина испытывала очень большие проблемы с запуском и в принципе было не очень издабельно поэтому было принято решение поставить форсунки 300 360 кубов от саба не дай бог блядь еще разобрать гаву рыбиню на кулису сломал ты кулису сломал реально мы настроим это дерьмо когда-нибудь или нет сука что там ты мог сломать блядь а блядь а а а а 1.8 турбо по сухому едет страшно илья слушай но мне кажется что мы настроились короче смесь у нас в норме все у нас в норме форсунки 360 кубов от сабы очень хорошо поддавались настройки с ними очень все легко взошло очень хорошо отвлекается на все настройки и в принципе очень хорошо бегала все это дело пока я чилил и отдыхал после того как я вернулся из индии я подумал что было бы очень здорово поднять немножко буста каркасу потому что пока я там был две недели он катался и проблем не знал и все валило и все классно ехала в общем не смог создать собой и воткнули каркасу регулятор буста который такой болтик короче я даже не знаю что сказать скажу покажу это я решил что будет неплохо весьма каркасу поднимем буст путем установки механического мусс контроллера короче вот первая башка вот первая прокладка башки которые у нас думала когда мы настраивали все херню вот она вот вторая вот она тоже даванула сейчас получается 3 прокладка башки здесь установлена сегодня но быстренько достаточно сделали сейчас уже пол второго ночи в 7 часов вечера мы начали вот тачку уже типа собрана и готова отправляться кататься на той настройке которая была решил что не буду играть играть бустом потому что уже на реально сколько можно разбирать собирать автомобиль вот и пока я был в отпуске каркас вроде как говорит что катался и вроде как и давал подсраку полным ходом и вроде ничего не сломалось но это нам еще предстоит выяснить по крайней мере сейчас . ну вот он еще дал бордюра чуть-чуть но это все мелочи короче поэтому сейчас все выгоним тачку и наверное не знаю будем пробовать не будем пробовать главное короче что опять не думала тогда будет совсем обидно и будем уже тогда ставить 52 мотор либо переводить от 40 ватт а потому что сезон сейчас впереди зимний м-40 как мы знаем самый быстрый мотор зимой а еще произошло очень радостное событие и у меня его каркаса честно подумайте что чуть не то подумать поздравляем каркаса с новыми порогами и полами принципе меня тоже можно поздравить с новыми порог пологами и парами но дело в том что я делал чуть-чуть на скорую руку и получилось не очень хорошо там в некоторых моментах откровенно хер забил пороги заказывал с сайта все пороги как видите он идет просто прямой гнутый лист но в лет хорошо кстати встает хорошо шел с усилителем стоил по моему 5000 комплект вот эта хрень усилитель внутри очень удобно каркас решил внешне там что-то какой-то кастом сделать непонятно чего там пороги нашел а полы у него прям все новые ну то есть прям все полы массе переварил я такой херней занимался вот потому что я то и не один раз уже это дело мне хватило но или зато теперь тачка на много лет у меня как говорится еще похоже за того с этих салон на петлю короче мы решили рискнуть всем здоровьем всей херней для того чтобы посмотреть как будет ехать эта машина ну плюс-минус так не видно но на самом деле достаточно сухой асфальт у меня такое ощущение что у нас детон все равно есть если честно может попробовать все-таки сотый залить или я наверное это будет совершая пока прокладку да пока прокладку не продуло короче пацаны как видите мы добились того что тачкой ну а так как зима уже наступила на пятки начал выпадать снежочек и так далее мы наверное приняли самое правильное решение которое мы принимали мы поменяли прокладку гбц и собрали атмосферный мотор и все позже конечно я навалил туда попкорна и сделал нормальную прошивку на м40 которая достаточно злая получилась на мой взгляд но вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Друзьям не показывайте Лайки не ставите Комментарии еле пишите Надо бы поправляться Пацаны, а то я так стану самодельщиком И наконец-то покажу вам 10 крутых самоделок Из алюминиевых банок Ну и что, самое время каких-то классных пожеланий 2023 год Да пусть все будет хорошо Вот прям хорошо Очень хорошо Мы продолжим делать Какой-никакой контент Спасибо большое, что смотрели Спасибо большое, что поддерживали Мы с вами увидимся в крутом И новом 2023 году Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!